Новый язык. Словосочетание, которым можно было бы описать прорывы в науке, технологии и искусстве. Следует различать классический новояз и новояз пропагандистский. То есть классический это когда из-за того, что развивается общество, развиваются технологии, появляются новые понятия, новые слова. Но при бункерном тиране у России технологических прорывов не было, а после начала войны точно уже не будет. Поэтому в случае с Российской Федерацией новояз приобретает черты Орлской антиутопии. Это, в общем-то, давно было описано в знаменитой книге 1984. То есть это инояз, который неизбежно изобретается подобными авторитарными режимами для того, чтобы, скажем так, как-то смягчать месседжи. То есть задымление, хлопки. Смягчая эти самые месседжи, Россия вслед за белорусским картографом все больше превращается в огромную страну-мем. На станции Беговая производятся работы по ликвидации водопроявлений. Окупанты пришли в Украину под предлогом фантомного освобождения. В Украине не получилось. Как результат, освобождать пришлось уже в самой России, в которой освобождение от работы продвигается неплохо. На данный момент в службе занятости имеется вакансия о планируемом освобождении в марте-майе текущего года 500 человек. Цинизм, с которым кремлевская свора подменяет понятия, поражает. Признать потери второй армии мира страшно. Уж тем более, что эти потери наносит армия, которую бравые пропагандисты обещали одолеть за три дня. Именно поэтому инфополе заполнено абсурдными формулировками. Один человек погиб и пятеро пострадали при опрокидывании на бок вертолета Ми-8 в Забайкалье, сообщает источник Интерфакса. Так бывает. Вертолеты вторых в мире сами по себе опрокидываются на бок. А флагманы флота в первые часы после информации о затоплении якобы сохраняют плавучесть. А как же насчет родственников погибших оккупантов? Хотя бы их уже удостоили внятных формулировок. Конечно же нет. У бункерного тирана потерь нет. Поэтому и семьям погибших моряков с Москвы приходят вот такие ответы. Ваши обращения об установлении местонахождения сына 13.04.2022 во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля, последний пропал без вести. Поисковые мероприятия положительного результата не принесли. В настоящее время местонахождение вашего сына не установлено. Подмену понятий и откровенное вранье Кремль возвел в культ. Ваш сын не погиб. Нет, он пропал без вести в открытом море, предварительно находясь на крейсере, который уничтожили ракетным ударом. Вся эта ложь означает лишь одно. Кремль не хочет показывать населению реальную картину происходящего. А когда уже скрыть невозможно, на помощь приходит новояз. Это больше, чтобы рядовой россиянин не пугался, когда ему говорят о задымлении, о хлопке, о подтоплении. То есть это как-то звучит мягче. Потому что, если сказать взрыв на нефтебазе, на территории Российской Федерации, то уже страшнее. Продолжение следует...